здравствуйте дорогие наши зрители сегодня у нас снова ролик про еду и мы поговорим про оливки оливки это в принципе такое достаточно можно сказать уже повседневная составляющая часть нашего питания в принципе продукт полезный и хороший ничего плохого о них сказать нельзя но опять же надо учитывать нюанс что оливки бывают очень и очень разные и выбирать их надо тоже правильно собственно говоря от этого и зависит полезный эффект который вы получите от оливки да то есть если вы будете выбирать что-то низкокачественное или плохое да то есть особого эффекта полезного от оливок не будет и опять же вот тот такой момент что практически все слышали оливки и маслины да то есть слова и многие не знают чем собственно говоря отличается оливка от маслины вроде как бы все очень похоже да чем отличается непонятно там некоторые считают что размером некоторые еще чем-то нет на на самом деле это абсолютно одна и та же один и тот же плод он начали он является оливкой пока мы плодом зеленый вот это у нас оливки да то есть когда он становится черным да то есть он становится маслины вот и вся разница да причем скажем на других языках она как была оливкой так и остается черной оливкой но по-русски вот оливка маслина разделяется причем если условно говоря если плод собрана к примеру там абсолютно условно говорю в октябре он будет зеленый в ноябре он будет белый в декабре он будет черный а в январе он будет перезревый и уже никуда не годный то есть вот вот как бы вот с оливками маслины вот такая вот петрушка существует то что их надо собрать вовремя и опять же оттуда выходит первая разница что если мы говорим про зеленые оливки то они должны быть собственно говоря все одинаковые тонны и цвета если у вас банки попадаются там что-то потемнее что-то посветлее это первый повод того чтобы отказаться от покупки этого черные же они наоборот они не могут быть все однотонны и да потому что как все таки каждый плод дозревает по разному их собирают чтобы не допустить перезревание если вам попадаются черные оливки которые вот но абсолютно одинаковые черненькие без каких-нибудь там разности вызревания тем более что одна сторона плода созревает быстрее другом это значит что был момент химического подкрашивания химическое подкрашивание сами понимаете не есть хорошо значит это в общем что в оливках да еще один момент лучше оливки произрастают средиземноморском регионе да и то есть вот примеру таким образом турецкие оливки или нормальный быть не могут это не лучше тем более учитывая что оливок средиземноморский регион производят выше крыши и это не обязательно только европа к примеру там испания франция италия греция а может быть и противоположный берег например тунис производит очень много оливок и оливкового масла и считается достаточно таким хорошим производителем оливок и оливкового масла и еще момент одно это больше просто историческая справка что 90 процентов оливок уходят на масло и 10 процентов уходят на консервацию свежих оливок не продают по причине того что со есть свежую оливку невозможно ее необходимо консервировать соответственно консервированные оливки тоже встречаются разные но есть косточка есть без косточки есть фаршированный вот как нашем случае вот эти вот без косточки вот это фаршированные кто у нас тут косточки так да вот это вот выставлен с это с косточкой у нас оливки считается что лучше употреблять если вы хотите есть пищу то оливки с косточкой если вы хотите салат то соответственно без косточки ну что и логично и фаршировано это просто уже на ваш вкус как говорится как вы хотите по вкусу далее продаются оливки в стеклянных и железных банках встречаются еще и пластиковые упаковки очень редко где они просто в этот пластик навалены но это тоже уже опять же влияет на то что скажем лучше всего покупать стеклянную там потом скажем поставим железную потом уже пластик идет потому что консервация лучше всего происходит в стеклянной таре меньше окисления меньше вероятность что туда что-то попадет скажем не то что надо железная тара вроде как бы тоже достаточно хорошо герметично закрыта и все прочее но покупая железную тару вы не видите что находится внутри собственно говоря этой тары потому что при выборе оливок очень важно что очень важно чтобы оливки во-первых были одинакового размера да то есть вот как вот здесь мы видим плюс минус мы не все идентичные да одинаково второе значит чтобы оливки вот рассол был бы без всяких там замутнений чтобы не было там каких-то вот осадков снизу да вот как вы видите вот он моего двигателя прозрачный да и вот с этими будет да это черный с этими не видно но это скажем это все равно видно что оно не мутное оно не мутное да то есть даже вот правильно сказала чтобы понять вот так вот и значит еще то что они должны быть без повреждений плоды да то есть если плоды с повреждениями это уже при нехороший признак и лучше отказаться ну вот принципе сколько я не изучал я вот нашел вот у всех да то есть мутности нигде не заметил я нашел вот здесь вот пару оливок вот такие вот да ну вот это я на пигментации да пигментации но попробуем вот как раз вот эту банку обратим на нее внимание да потому что а вот на этой он скажем греческий оливки вот тут тоже вот надо будет смотреть да то есть вот вроде никаких ну этих нету осадков да то есть или буней но качество плодов абсолютно нафиг не видно потому что во-первых тут налеплены достаточно большие этикетки да то есть вот где посмотреть это через эту дырку да и второе вот этот маринад он темный ну глянем потом мы все равно их будем распаковывать эти оливки это оливки фаршированы с чесноком но опять же все ровненькие без повреждений да то есть все вот нормально что находится здесь есть тайна великая потому что она в железной банке мы его взяли просто для компании но правда сразу скажу что мы выбирали оливки мы не брали оливки скажем так в более дорогой ценовой категории мы брали оливки обычные оливки которые встречаются в магазинах да то есть потому что обозревать премиум во-первых это достаточно специфическое занятие во вторых даже вот сравнивая что мы покупали дорогие оливки у нас кстати можно будет заехать купить как дорогих оливок посмотреть догонку снять но по сравнению с тем что какие оливки есть на юге да то есть но это собственно говоря это не идет сравнение потому что тема и там они отбираются и на месте маринуются а сюда пока они доедут даже высшего качества оливки они все-таки уже немножко немножечко не то получается что мы наверное они сами для себя отбирают получше далее по сроку хранения вот что вот я тоже провел ревизию баночек есть значит натуральная консервация она до на срок до полгода 8 месяцев а нормальная срок годности у оливок до трех лет в банке да то есть я посмотрел проверил все баночки да они все совпадают соответственно никто никто у нас больше трехлетнего срока годности не имеет но никто не имеет до 8 месяцев то есть вот соответственно из нижнего ценового сектора не нижнего скажем так и среднего нижнего как раз нижнего по вот это только тут забрело случайно очень дешево было по скидке но я уже и честно говоря не смотрел на уже позже они поступали потихонечку экспонаты так что забылось но они ни у кого нету срока больше трех лет до 25 год и никто не нарушает у примеру берем вот эту досмотрим произведена 26 января 22 года срок годности до 25 января 25 года то есть соответственно вот они эти три года которые они могут быть они значит они все-таки консервированы с добавлением химикатов но ничего такого жуткой какой-то там химозы в них нету дальше еще есть такой вот интересный показатель на них вот через черточку значит это количество плодов на килограмм или литр соответственно то есть 280 то есть вот весь размер оливок да то есть эти мелкие 280 в принципе три с половиной грамма может быть каждая оливка и весь ладно давайте начнем распаковку нашего добра и посмотрим будет ли она отличаться по вкусовым качествам и что будет когда мы их откроем и посмотрим на плоды особо меня с этой точки зрения интересуют наши темные товарищи да то есть запоминая что они должны быть не одновременно неоднородно черные должны быть некоторые пляжки и все прочее но посмотрим что будет и вот это меня интересует именно по вкусовым качествам потому что это единственное где мы нашли подрезковшиеся плоды итак сейчас мы откроем банки чтобы уже мне не тратить ваше время то что ролики так достаточно длинный получается учитывая еще то что будет обзор самого содержания банки и знаю что люди не любят смотреть очень длинные ролики наверное разум не будет его разбить на две части да то есть на этом первую часть мы заканчиваем будет еще вторая часть этого ролика так что я добавлю в конечную заставку или посмотрите на канале если вы хотите посмотрите вторую а если для вас достаточно общих правил визуального выбора плодов то собственно говоря все что хотели мы вам сказали на этом первая часть закончена если вам понравилось ставьте лайки если вы не подписаны на канал подписывайтесь на канал вам не сложно нам все же приятно как благодарность за наше маленькое хобби ну и что и до встречи во второй части обзора оливок чао